здравствуйте мои дорогие здравствуйте ну наконец-то мне прислали с вами сюх начинаем распаковочку хобби смоки это ж коптильня ребят книжечка холодное копчение дымогенератором хобби смоки ну ребят сейчас заживем вообще чувствуется что производитель серьезно так итак это дымогенератор это конденсатор приемник это коптильная камера все четко понятно и как бы без дураков друзья мои теперь усюфа будут рецепты с холодным копчением я вот и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот разрежьте кусочек какой-то вот здесь вот этот маленький попробуйте Да, хорошо Ну-ка она как травкой пахнет отлично Итак, она у нас 12 часов солилась Ну где-то минуточек 20 пролежала в водичке Начинаем ее одевать на веревке или обвязывать веревкой Значит, друзья, как завязывать скумбрию? Во-первых, я всегда завязываю на тканевом столе То есть это там салфетка или полотенце То есть вы ее промокнули Берете скумбрию, значит нам нужен шпагат Шпагат у нас обычно я беру 5 длин То есть вот смотрите Вот раз, да, длина Вот, я имею ввиду вот эту длину Вот отсюда, отсюда, видите Вот раз, два, три, четыре, пять Как раз 5 длин хватит для того, чтобы нашу рыбку упаковать Ну, не упаковать, а связать, да? Вот он наш шпагат Начинаем с хвостика Значит, оставляем вот шнур где-то сантиметров 20 И завязываем здесь первый узел Но я бы назвал это не узлом, а переклестом Вот, то есть смотрите, переклестнули, да? Дальше Идем по тушке Примерно в средине тушки еще делаем переклест Оп И вот сюда, ближе к концу, делаем еще один переклест Оп Вот он, смотрите Вот у нас три переклеста Здесь возвращаемся Раз Здесь возвращаемся Два И вот мы сюда пришли, смотрите, опять Здесь у нас еще один вот такой вот переклестик Но тут уже нам нужно связаться, ребят С предыдущим шнуриком Я тут делаю обычно уже серьезный узел Такой вот Раз Раз и два Вот И на этом шнуре Я делаю вот такую вот Ну, как сказать, удавку, не удавку Вот такую вот делаю штучку За которой Будет подвешиваться наша рыба Собственно, вот смотрите Вот она висит абсолютно Ничего с ней не произойдет И она Помещается вот в такую вот сушилку Где-то на два, на три часа Потому что Мухи очень много И если ваша муха сядет на вашу рыбу Хотя бы на две-три секунды Сами понимаете Вы можете потом всю эту рыбу выбросить Вот смотрите Эта сушилка у нас висит Ну, так скажем Во дворе Дует ветерок Она очень легко открывается Вот смотрите У нее тут такой вход На молнии Они продаются Китайские сушилки Вот положили рыбу Если бы было Ну, так скажем Более прохладнее И мухи бы не было Я бы это просто повесил Куда-то на трубу А так Она у нас сейчас проветрится И через два часа Я скажу, что делать С вами Сюф Не переключайтесь Наша рыбка вполне комфортно себя чувствует Вот в такой вот сушилочке Желательно, чтобы был ветер Ну, может быть даже солнышко Муха туда не попадет Потому что все на замочках Видите, вот тут замки И она никак туда не заберется Видите Здесь все очень плотно заряжается Что-то она стоит Какие-то копейки Эта сушилка Здесь можно и вялить рыбу И готовить ее К копчению Очень рекомендую С вами Сюф Краснодарский Сегодня я приготовлю Копченую скумбрию Скумбрию холодного копчения У меня для этого уже почти все есть Дымогенератор есть Камера есть Рыба есть Кстати В каком состоянии камера И в каком состоянии дымогенератор Надо разобраться Пошел собирать камеру коптильную Я же ее еще не собрал Так, емкость для копчения Серия ЯЭШ Паспорт изделия Так, это у нас что? Какие-то болтики Это какие-то планочки Уголочки Это нержавейка Ну что, ребят Начинаем собирать коптильню Ребят, первое, что мы делаем Убираем пленку Потому что Вся коптилка из нержавейки Она просто как зеркало вся Смотрите Какая красота Можно смотреться в него Привет-привет Не часто вы Сюх Поведите без перчаток Вот посмотрите Как Сюх без перчаток выглядит Вот здесь как без перчаток Неудобно Отбирать Ребят, все детали очень добротные Нержавейка Толстая Мне нравится Я по нержавейке Как бы много видел Это хороший нержавейка Ну вот Четыре полочки Прикрутил К одной боковинке Ко второй сейчас Буду прикручивать Ну как бы Собирать не быстро Но Когда собираешь Чувствую, что это вещь Ставим две стеночки Низ Прикручиваем полочки И затягиваем все соединения Я пассатижами держу Отверточкой Подкручиваюсь Фу Ящик Становится уже Трехстенный Сейчас еще Крышку и двери Ну сколько прошло Прошло 30 минут Ребят Шайбочки Все четенько Опа Нажуливаем Здесь осталось Три Одна здесь Смотрите Шикарная Шикарная Вот сюда поставлю я Полочку Опа И Как я буду делать Смотрите Возьму вот так вот рыбку Возьму вот так вот крючочек Тут такие крючочки есть И смотрите Вот так буду вывешивать Оп О Красотень же Беру еще крючочек Беру еще рыбку Из коптилочки И вот так вот Вывешиваю Оп И оп Смотрите Раз И Шикардос Уже кстати Она подсохла Уже с нее жир капает Видите Уже надо ее Коптить Сейчас буду этим заниматься Собирал где-то полтора часа Ну вот видите Наша сушилка Опустела Вся рыба Переместилась В нашу коптильню Теперь вам видно меня Как я снимаю Вы видите все мои секреты Все мои трещинки Вот смотрите Рыбка висит Повесил ее на крюках Смотрите Она До того уже Провялилась Что смотрите Что из нее Начал капать жирок Это говорит о том Что Ее нужно уже Начинать коптить Собственно И там Сюфа показывают И тут Сюфа показывают Везде его показывают Начинаем собирать Дымогенератор И Ну как бы Наконец-то Уже включать Коптить Ребят Время уже Второй день пошел Надо Делать рыбу Люди просят Рыбу Просят рыбу Смотрите Какая Скумбрика Шикарная Шикарная По инструкции Написано Что вот Эта прокладка Должна быть Между Конденсатором Приемником И дымогенератором Сейчас мы Ее вот так Вот закрепим Отлично И У нас Как бы Дымогенератор Будет Не стоять А висеть Вот тут Такие Барашки Вот так Раз 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 То есть Вот отсюда Будет идти дым Да Ну я естественно Ближе к дыму Рыбу все и повесил Да Чтобы она Как бы Напротив него была Сейчас мы ставим Наш Дымогенератор Опа Вот он защелкнулся Ребят Смотрите Очень важная информация Вот видите Значит Наш коптильный шкаф Не должен стоять По уровню Значит У нас уклон Он должен быть Ну так скажем От Дымогенератора В эту сторону Производитель пишет Что вот По этой трубке Если она будет стоять Горизонтально В ней может образовываться Вместе с дымом Ну так скажем Смолы Сивушные Ну и так далее То есть Они могут Забить трубку Если она будет Наклонена В эту сторону Если она будет Наклонена В эту сторону То ничего не забьет И мы потом С вами просто Выльем Эту сивуху Вот из этого Патрубка Вот сюда Он попадет Видите И выльется Вот на этот поддон И мы ее Просто утилизируем То есть Я сейчас По уровню Поставил Так Чтобы наш шкаф Был немножко Наклонен Вот сюда То есть Он вот так Наклонен Плюс Еще смотрите Вот эта часть Вот эта часть У коптильни Будет горячая Вот эта часть Вот эта часть Будет горячая Значит Спрячьте компрессор Куда-то подальше Сделайте так Чтоб он вам не мешал И трубка Не соприкасалась Вот эта трубка Чтоб не соприкасалась Здесь То есть подальше Ну и соответственно Чтобы все это Хозяйство Было на улице Ну чтоб к нему Не лезли Не могли дотронуться Дети Потому что Это опасно Можно опечься Обжечься Ну и соответственно Чтоб он был у вас На глазах Где-то во дворе Под навесом Чтобы на него Не капала Влага Ну собственно Вот как Как придумал И сделал я Смотрите Вот дверь из дома Вот коптильня Ну то есть Сюх прямо с коптильни И живет Ну что друзья мои Я вас приветствую Только птица Наша скумбрия Будет Сюх 8-10 Я буду смотреть Засыпаем Полный дымогенератор Ну Я рекомендую Ольху К рыбе Ну вообще Если у вас есть Щепа фруктовых деревьев То можно и Щепу фруктовых деревьев Можете Микс сделать Можете Например Сделать Ольху Там Вишню Например Да Если хотите Чтоб потемнее был цвет Либо черешню Либо абрикосу Если хотите Чтоб был золотистый Но в любом случае Ольха Это всегда Очень Ну такое Как бы нейтральное решение Итак Полный дымогенератор У нас Ольховой щепы Закрываем Здесь и здесь С двух сторон Оп Я уже слышу Как пошел дымок Друзья мои Смотрите Не успел зажечь Уже Наша Наша Конструкция Друзья мои Начала работать Смотрите Что происходит Ребята Она просто Работает Молниеносно нос на я в шоке реально круто вообще сейчас отрегулирую поток воздуха подождите чуть больше чуть меньше но я вообще советую вам камеру наполнить в начале а потом но как бы вы можно уже и прикрутить но тема тема ребят смотрите только включил только поджог итак через восемь часов откроем посмотрим что у нас там и соответственно узнаем тут вот есть окошечко из которого может выходить дым но я думаю что я его выпускать вообще пока не буду чтобы определить как работает компрессор вот смотрите нужно просто чуть чуть больше сделать да вот видите вот вот меньше да вот я добавляю смотрите видите сразу огонек зажигается смотрите друзья как из дома можно посмотреть что там у нас происходит коптилочки все нормально процесс идет все отлично видите или не видите вот она видите сейчас мы попробуем смотрите сегодня 6 мая жимолость уже поспела ребята жимолость бомба такая горький к и как положено очень вкусно так еще берете ягодку зовите рот а морс из нее какой сахаром и перебивают и варенье жимолость бомбическая но она еще не вся поспела видите да но ягодки есть готовый уже вот она мне важен а нам не страшен не вал девятый не холод меч на мир злоты мы ребята ведь мы ребята 70 широты ведь мы ребята ведь мы ребят то 70 широты очень вкусно ну что ребята прошло у нас три часа давайте посмотрим что у нас за три часа изменилось в нашей камере что у нас изменилось нашей рыбой оп смотрим ну она у нас конечно же начала брать цвет смотрите сверху видите сверху сейчас хочу провести эксперимент посмотреть какая температура выходящего дыма смотрите 28 29 30 31 31 градус 32 моем так скажу 32 это выходящий дым с учетом того что камера охлаждает внутри камеры дым должен быть от 25 до 30 градусов понятно то есть при этом температура ну холодного копчения 25 30 даже 25 29 поэтому все четко у нас идет по как бы копчению по температуре так ребята ну что смотрим это уже ночью прошло 9 часов копчения я думаю что сейчас я открою посмотрю покажу вам как и что происходит потому что я думаю что наша рыба готова смотрите все как бы тут хорошо смотрите еще какой нюанс я вам хотел рассказать вот смотрите видите тут горит и тут горит с обоих сторон должен быть очаг еще ставьте пожалуйста вот такую вот миску с водой под дыма генератором потому что искры летят и может быть пожар обязательно ставьте миску так смотрим сколько у нас щипы ушло ну где-то одна треть наверно ушла 9 часов подчеркиваю и ну как бы почти на полном работает почти на полном почти на полном ходу проверяем что у нас здесь получилось по моим данным рыба должна быть готова оба на какое хорошее дымовыделение журн Mario смотрите обе атушке наша рыбка готова смотрите как фигарит дыма генератор девять часов к ряду ну все я выключаю дымогенератор а как вы выключить вот так его выключу так раз и все не оставляю камеру до утра а утром будем дегустировать всем спасибо что смотрите мои рецепты практически кальян концовочка самая ребят с рыбой вы ее просто проветриваете в этой же сушилке на солнышке на ветру ну где-то может быть часика три-четыре после того как она у вас закоптилась и вот после того как она проветрится вот тогда вы ее кушаете видите какая она получилась золотая я не знаю бронзовая может быть даже не бронзовая не золотая наверно какая-то даже платиновая если хотите такой платиновый цвет значит ольха и потом немножко бука об стопы ну ка смотрим ребят вот она красоту ли видеть а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...